Ну что, мой друг, если ты зашел на этот видеоролик, только прочитав название и не для того, чтобы написать мне, что со мной стало, куда я скатился и опустился, а реально заинтересовался данной проблемой, если вообще у тебя возникают подобные мысли, то мне тебя жаль. Почему, друзья, не ведитесь на подобные разводы? И это не касается только размера вашей пиписки. Нет, совершенно, это касается психологии вообще, в принципе. Поверьте, для огромного большинства девушек не важен размер вашего достоинства. Конечно, если он у вас там сантиметров 5-10, то это серьезная проблема. Но, друзья, больше мы сами себя накручиваем. Точнее, вы. Не знаю почему, никогда я не испытывал и даже не задумывался о том, какого размера мой половой орган, не дай бог, он мне понравится девчонкам. У меня даже времени на такую ерунду не было. И почему так происходит сейчас, в большинстве случаев, очень и очень настораживает. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Фак фитнес». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором, если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить тебе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенькой за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. К чему вообще этот ролик на данном канале? Друзья, во-первых, вы должны понять аналогию. Что точно так, как нельзя увеличить член, в принципе, невозможно достичь какого-либо результата очень быстро. И этот ролик для тех, кто хочет очень быстро похудеть. Друзья, такая возможность действительно есть. Нужно заразиться дизентерией, просраться за два дня килограмм на 20. Вот вам самый лучший и быстрый способ похудеть. Естественно, если вы больны на голову. Если же вы адекватные люди, никогда не ведитесь на какие-то марафоны. Поверьте мне, я сам являюсь персональным тренером. Я заинтересован в учениках. Но я никого не обманываю и не развожу. Наоборот, многие расстаются со мной из-за того, что я рекомендую тренироваться, поставив перед собой определенную цель, трезво оценив свои результаты, свои возможности, свою нынешнюю физическую форму и психическую. И, отталкиваясь от этого, выставлять разумно продуманный план действий. Обычно, чтобы хорошенько похудеть без вреда для здоровья, если вы девчонка, чтобы у вас не пропал менструальный цикл и не было серьезных нарушений, необходимо 6 месяцев. Если вам гарантируют похудение за месяц, а и то не более за недели, бегите от такого тренера. Никогда не слушайте его советов. Это 100% разводилово. Да, я знаю, что мой друг Юра Спасухоцкий худеет очень быстро, но не все могут так, как Юра, долго сидеть и держать диету. Это раз. Во-вторых, Юра тренируется уже очень давно. У него очень большой стаж соревновательной деятельности. И не нужно сравнивать себя с профессиональными спортсменами. Почему вредно любое резкое и быстрое изменение в организме, мы обсуждали уже не раз. Здесь скажу только одно. Когда вы очень быстро худеете, это значит, что вы очень сильно ограничиваете себя в поступлении калорий. И поверьте мне, 99,9% из вас, кто смотрит этот ролик, те, кто будет пытаться худеть очень быстро, ограничивая себя в еде, получают негативный опыт. Почему? Потому что невозможно сидеть, голодать, грубо говоря, очень долгое продолжительное время. Партнер сегодняшнего выпуска Animal Northrop. Лучшая гармошка, друзья, которую вы можете себе позволить. По промокоду, который вы видите сейчас на экране, вы получите скидку на сайте Animal Northrop. Просто-напросто вы вернетесь к тому, с чего начали. Но запомните, если вы будете добавлять еще и кардио, то вы будете в первую очередь пережигать ваши мышцы. Так устроен наш организм. Это не я придумал, это природой заложено. И когда вы, не работая с железом, не включая в свою программу силовую тренировку, вы не страхуете мышцы от пережигания. А когда вы работаете даже на диете с серьезными весами, даже просто с отягощениями, мозг понимает, тело понимает, что мышцы нужны для выполнения механической работы. И старается сохранить их, а не бросать в топку метаболизма. Но, как происходит в большинстве залов, вы приходите, вас сажают в какой-либо велотренажер или в любой другой кардиотренажер на беговую дорожку, ограничивают питание, а самые тупые тренера заставляют еще и не пить воду. И, естественно, вы теряете в весе. Но, друзья, задумайтесь, что вы теряете. Вы теряете ваши мышцы, в первую очередь. У вас из организма уходит вода. Вы становитесь нервными, раздражительными, вам ничего не хочется. Вы проклинаете любые тренировки. И уже через пару дней, даже если вы продержитесь больше, это только будет хуже вам. Потому что на каждый потерянный килограмм мышц приходит, и это наукой доказано, два лишних килограмма жира. Не торопитесь, друзья, не гонитесь никуда. У вас впереди жизнь. Живите так, чтобы нормы питания, нормы тренинга стали нормами вашей обычной жизни. Только таким образом, подготавливая, тренируя себя, и, кстати, Шреддер, по-моему, говорил об этом, очень долго, медленно и плавно нужно подходить к своей идеальной форме, к своей идеальной фигуре. Только это гарантирует сохранение здоровья и сохранение этой наработанной вами формы. Что толку, что вы похудеете даже на какое-то энное количество килограмм за короткий срок, если через такое же время вы наберете еще больше? И если вы выглядели как кусок говна, то вы будете выглядеть как большой, огромный кусок говна без мышц. Вам это нужно, друзья? Я сомневаюсь, что такой подход кому-либо нужен и необходим. Включайте голову, друзья. Нет смысла в чем-то очень быстром. Реально нет смысла. Нет смысла в том, что вы не будете ценить этот результат. Только через тернии к звездам мы достигаем какого-то результата, который становится для нас как путеводной звездой. Мы гордимся этим достижением, мы знаем, через что мы прошли. И даже порой мы смотрим на других людей уже свысока. Хотя этого делать не нужно. Нет, друзья, ни волшебных таблеток, ни волшебных уколов, которые возьмут и пережгут весь ваш жир. Пока нет, но в ближайшем будущем, я думаю, генетики уже это разработают. О чем говорит и уважаемый мной руководитель нью-йоркского флоретария Нил Дегрис Тайсон. Кстати, очень-очень умный мужик, кто интересуется различными интересными сферами жизни, не только связанными со спортом. Рекомендую смотреть его ролики на YouTube. Их очень и очень много. Как только убрали эфедрин из жиросжигателей, жиросжигатели перестали быть жиросжигателями. Псевдоэфедрин не работает, друзья. Кто бы вам что ни говорил. Все эти липо-6 и подобные дорогие штуки, ничто иное, как обычные термодженики. Не забывайте об этом. И не тратьте свои деньги. Работу они не только, и это написано в описании, при соблюдении диеты. А когда вы соблюдаете диету, вам и не нужны никакие таблетки дополнительные. Наоборот, они будут вам только мешать. Они будут нивелировать в вашем сознании, в вашей психологии ощущение того, что это делаете вы, а не кто-то за вас какая-то волшебная таблетка. Запомните, эфедрин ушел, и ушел весь бизнес, который когда-либо работал и помогал в жиросжигании. Любой жиросжигатель сейчас, друзья, это не жиросжигатель. Запомните это. Следующие девчонки, смотрю, очень-очень многие из вас начали носить корсеты во время тренинга. А многие еще и в быту. Не делайте этого, пожалуйста. Во-первых, если это и помогает как-то уменьшить талию, это какие-то мизерные миллиметры. Но в большинстве случаев, во-первых, это не помогает, а только вредит. И вредит очень сильно. Повышается ваше давление и внутричерепное, и в тазовой области, что ведет к очень серьезным проблемам. И к проблемам со зрением, и с варикозом, и проблемы по-женски могут возникнуть. И что самое главное, расслабляются мышцы кора, те самые мышцы пресса, поясничные мышцы, которые необходимо укреплять, которые укрепляются во время приседаний, становых тяг, различных других базовых упражнений, что является очень и очень хорошо. И когда вы дополнительно не качаете пресс, особенно косые мышцы, не используете никакие корсеты и пояса, вы делаетесь красивой, стройной, и при этом не рискуете получить серьезные проблемы с межпозвонковыми дисками. Как только вы снимаете этот корсет и пояс, любое неловкое движение, уже не в тренажерном зале, а в быту, наклонитесь поднять ребенка, пакет с картошкой, и вы получите прострел. И вы никогда больше не вернетесь к тренировкам. Почему? Да потому, что мы так устроены, что будем бояться, будем проклинать и говорить, что тренажерный зал – это зло. Но зло, друзья, в головах и в фитнес-бизнес-индустрии, чем она сейчас и является. Никакие пояса, никакие корсеты. Пояс нужен только пауэрлифтерам, которые работают на одно, два, три повторения. Мы же не опускаемся ниже 4-5 повторений. Пояс нам просто, в принципе, вообще никогда не нужен. Не одевайте его, и это будет гарантировать вам и узкую талию, и крепкие мышцы кора, и здоровый позвоночник. Что может быть лучше? А есть парни, которые оденут пояс, оденут кистевые ремни, наколенники. Я не знаю, что только еще на себя не одевают, и ходят так всю тренировку. Друзья, вы выглядите полными идиотами. Не делайте так, пожалуйста. Вы только позорите себя и позорите наше сообщество. Следующее, что хотел бы сказать о бесполезной и тухой ерунде, смешной ерунде, это тренировочные маски. Да, это выглядит круто, это выглядит брутально. Но, друзья, для чего это делается? Если вы знаете, разбираетесь и хотя бы вообще изучали этот вопрос, это имитация тренировки высокогорьевых. Но, задумайтесь, как происходит вообще подобный тренинг, чтобы он принес вам какую-то пользу. Почему все спортсмены-сборники, уезжая в высокогорье, живут там как минимум две недели? Да потому, что только таким образом можно получить какую-то пользу от данного метода. Кто не понял, перевожу на простой русский язык. Другими словами, если вы хотите получить пользу от данной маски, вы должны в ней не только тренироваться, вы должны приходить в ней на тренировку, уходить, жить в ней, спать, купаться, есть и даже заниматься любовью. Вот только тогда, если вы хотя бы две недели выдержите, мы поставим вам памятник, а организм получит ту пользу, которую получают спортсмены, приезжая на сборы в тренировочные лагеря в высокогорье. Друзья, хочется делать какие-то ролики, чтобы они были еще и веселыми, смешными. Хочется запустить стендап-тему именно в нашем фитнес-движении. О чем рассказывать сложно, потому что это, во-первых, узконаправленная тема, мало кто ее поймет, только наше сообщество. И если у вас есть какие-то идеи, какие-то серьезные задумки, присылайте их мне, а может быть даже снимайте сами. И можно такой конкурс организовать, кто снимет лучший ролик минут на пять минимум стендап о фитнес-бизнес-индустрии, неважно, тяжелая атлетика, бодибилдинг, паролифтинг, фитнес, кроссфит. И пришлет его мне на канал, устроим конкурс, победитель получит супер-призы. Все книжки от меня, получит вступление бесплатно в мою закрытую группу и даже год персонального тренинга. Ну что, давайте запустим данный челлендж. Что нужно? Нужно, во-первых, быть подписанным на меня во всех моих соцсетях. Это контакт, это фейсбук, это инстаграм и, естественно, ютюб. Везде оставлять комментарии и писать хэштеги фитнес-стендап. Конкурс будет проводиться до конца лета. Поэтому, друзья, давайте, давайте, подключайтесь. Это очень интересная тема. Хочется не только изучать материал, полезный материал. Хочется иногда и просто тупо поржать и посмеяться именно над нашими, над серьезными какими-то проблемами и задачками. Я не знаю, кому что придет в голову. Спасибо, что смотрите мои ролики. Пишите, интересно ли вам подобная тематика, подобный, как бы, не совсем тренировочной направленности тренинг и развивайтесь, друзья. Изучайте психологию, анатомию, физиологию и, естественно, кинезиологию. Сейчас очень много хороших, интересных учебников. Мне недавно, вот на днях, прислали из России книгу. Книга ее назвать сложно. Она весит почти три с половиной килограмма. Больше 100 долларов я отдал за сам учебник и 50 баксов за пересылку. Но это учебник, друзья, это просто кладезь всех современных знаний. Все, что вы смотрите на YouTube, есть там. И чтобы вы понимали, этот учебник является многим базовым в медицинских учреждениях. Я его пока только бегло пролистал, там есть все. Там есть все, о чем говорит Силуянов, о чем говорят другие блогеры. И это все научное, с медицинской точки зрения. А что может быть лучше, чем фундаментальные знания? Увидев этот учебник, друзья, вы действительно поймете, насколько это фундаментально. И очень хороший учебник издательства вообще 19-го года по кинезиологии современной восстановлении скелетных мышц. Я, естественно, буду делиться с вами тоже той информацией, которую буду получать оттуда. И надеюсь, что вы поставите лайк, поделитесь данным роликом в своих соцсетях, примите участие в фитнес-марафоне, фитнес-стендап, чтобы мы все посмеялись, поприкалывались. Можно прикалываться и надо мной, это приветствуется. Но, естественно, без оскорблений, без каких-либо таких прямых неприятных вещей. Я думаю, все понимаете, о чем я говорю. Хорошие, прикольные шутки приветствуются. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале всем с тухой мышечной массой и силой без травмы. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. А когда вы уже к встречаю в зале так же, как вы? Ну, тогда будешь хотя бы четыре блина с каждой стороны вешать. Понял. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok